Всем привет ребята, меня зовут Богатейший Ди и это экстренный выпуск, потому что либо сегодня, либо завтра биткоин покажет невероятный прорыв. Поэтому я не мог обойти это стороной и решил срочно вам это показать. Ссылка на оригинал будет как обычно в описании и пожалуйста поставьте под это видео лайк, давайте наберем хотя бы 2000 лайков, мне будет очень приятно. Это реально большая мотивация для того, чтобы продолжать эту работу. Спасибо. Ну и погнали сразу к контенту. Следующий прорыв цены биткоина стремительно приближается. Сегодня или завтра биткоин осуществит прорыв вниз или вверх и сегодня мы скажем свое мнение по этому поводу и постараемся указать направление движения цены. Также мы покажем конкретный целевой уровень для краткосрочной перспективы. Более важно то, что мы будем использовать недельный свечной график и на нем покажем вам конкретное событие, которое происходит с биткоином уже сегодня. Это бычий разворот, который четко видно на недельной экспоненциальной скользящей средней. Ребята, речь идет об индикаторе EMA Ribbon, который можно найти в TradingView. Подобное происходило только трижды за десятилетнюю историю биткоина. Мы покажем, какое конкретное значение это имеет для цены биткоина в ближайшей краткосрочной перспективе. Можно смело заявить, что все происходящие события необходимо отнести к невероятно бычьям. Количество биткоиновых китов растет по экспоненте, умные деньги продолжают накапливать прямо сейчас. На графике Stock to Flow появилась первая синяя точка. Мы объясним вам, как подобные события отображались на цене биткоина в прошлом, а также расскажем, что, по нашему мнению, произойдет с биткоином в 2020 и 2021 годах. Поэтому убедитесь, что вы удобно сели и поставили большой палец вверх, а мы переходим прямо к контенту. Начнем с четырехчасового свечного графика цены биткоина. Как вы видите, биткоин заперт внутри этой треугольной формации, и, скорее всего, прорыв будет в сторону повышения. Биткоин зашел в этот треугольник на повышающемся тренде, и сейчас цена тестирует уровень сопротивления, на самом деле уже в четвертый раз. Первый раз это происходило здесь, во второй раз вот здесь, и третий раз вчера в воскресенье, когда цена отскочила от уровня сопротивления, так как были выходные, и у биткоина не было достаточной поддержки. И прямо сейчас, в четвертый раз, мы снова боремся с этим уровнем сопротивления. Вероятно, мы можем отскочить и в этот раз, но первая зона поддержки будет примерно на уровне 9600 долларов США. Первоочередной вопрос в том, как определить целевой уровень цены биткоина в случае прорыва сегодня или завтра. Независимо от того, произойдет ли это после отскока от уровня поддержки, или же будет прямой пробой с фиксацией после закрытия очередной свечи. Для этого мы измерим ценовое движение здесь, что даст нам приблизительное предположение, что цена может подняться до уровня 11900 долларов США. Все, кто торгует биткоином хотя бы более года, знают, что уровень в 11900 долларов почти идеально соответствует гэпу биткоин фьючерсов на CME, который был создан приблизительно вот здесь, в августе 2019-го. Если помните, это последний разрыв CME, отделяющий нас от цены в 19800 долларов США, который все равно должен быть заполнен, хоть мы и небольшие поклонники теории CME гэпов. Помимо целевого уровня цены в 11900 долларов США, более важным является переход на недельный график, так как на нем происходят невероятно интересные события. Прежде всего, вчера закрылась недельная свеча, посмотрите на это. Если мы совместим вершины свечей и нарисуем параллельный канал, который будет установлен с отметки 19 июля 2019 года в 14000 долларов США, то он будет нисходящим с большим количеством точек соприкосновения. Свеча, которая закрылась вчера, наконец-то спустя почти год, закрылась вне пределов этого канала, создавая потенциальную возможность для появления восходящего канала. Она является ключевой для разрушения этой важной нисходящей рыночной структуры. Конечно же, я понимаю и пессимистов, так как здесь есть и нисходящая трендовая линия, которая тянется примерно с конца 2018-го, и которую тоже нужно будет пробить. Но текущая ситуация является первым шагом к росту, и в случае, если мы пробьем и закрепимся выше этой линии, то можно будет с уверенностью сказать об изменении ключевой рыночной структуры. Вчерашняя свеча и стала первым шагом к этому изменению. Следующее, о чем бы я хотел упомянуть, это индикатор EMA Ribbon, потому что сегодня произошло нечто крышесносное. Если мы очень внимательно посмотрим на эту желтую линию, она является самой короткой скользящей средней в недельный EMA Ribbon. Она выпрыгнула над всеми долгосрочными скользящими средними. Это можно назвать бычьим разворотом на недельном EMA Ribbon. Этого не происходило уже очень давно. Одно из таких событий произошло в мае 2019-го, когда мы вошли в этот небольшой восходящий тренд, который привел нас к уровню в 14 тысяч долларов. Вообще, кроме 2019-го, подобное происходило только дважды до этого за всю десятилетнюю историю биткоина. Откроем график за весь период и посмотрим. Можно увидеть, что такое было в декабре 2015-го, и вы видите, что произошло потом. Гигантский восходящий тренд, который все время поддерживался недельный EMA Ribbon. Еще один раз это произошло примерно здесь, в первой половине 2012-го, что привело к огромному движению вверх с постоянной поддержкой недельной EMA Ribbon. Конечно же, процентный рост снижается, но в этом моменте мы увидели увеличение в 200 раз после разворота недельной EMA Ribbon. Здесь разворот произошел на уровне цены в 300 долларов США. Цена выросла в 120-130 раз, пока не достигла своего пика. В 2019-м подъем был менее мощным, но все же дал увеличение цены на 50%. Остается только наблюдать, как текущий разворот недельного EMA Ribbon повлияет на цену биткоина. Ясно лишь одно, это движение невероятно бычье, особенно на недельном свечном графике. Итак, у нас есть разворот недельного EMA Ribbon. У нас есть симметричный треугольник, который готов к пробою изнутри, а также ценовой уровень в 11 900 долларов США для ближайшей краткосрочной перспективы, особенно актуальный для мая. Прежде чем мы перейдем к следующим вопросам, напишите в комментариях, а как вы думаете, сможем ли мы в мае достичь уровня в 11 900 долларов США и закрыть последний семи гэп? Посмотрите на два события. На прошлой неделе количество китов одолело новый максимум. Так что все, кто находится сейчас в состоянии отрицания и переживают, что цена упадет до 3 или 4 тысяч, что биткоин находится на пороге краха, просто смотрите, киты аккумулируют, умные деньги аккумулируют, они покупают биткоин прямо сейчас, в настоящий момент. Наблюдая за тем, что делают большие и умные деньги, можно получить очень ценную информацию. Не только здесь. Например, сумма открытых позиций биткоин-фьючерсов на CME сейчас ставит новый исторический максимум, что говорит о заинтересованности институциональных инвесторов, а не только миллиардеров, таких как Пол Тьюдор Джонс. Далее, это просто невероятно, вы должны знать о модели Stock-to-Flow Ratio, созданной известным трейдером с ником PlanB. Эта модель сейчас нарисовала первую синюю точку, это означает, что до следующего халвинга остается 1400 дней. И чем сильнее этот график краснеет, тем ближе мы приближаемся к очередному халвингу. Вы можете видеть, что в предыдущих циклах всегда после халвинга появлялась первая синяя точка, и то, что происходило после этого. Каждый раз после халвинга и появления синей точки, биткоин входил в мощный параболический восходящий тренд. Не только в 2012-2013 годах, но и в 2016-2017 годах тоже, с подъемом до конца 2017 года. Конечно же, вещи могут поменяться, но исходя из исторической уверенности, первая синяя точка уже появилась, и когда закончится шок от сокращения награды за блок после халвинга, мы увидим намного большие ценовые уровни на протяжении 2020-2021 годов. Как вы думаете, 2020-2021 годы будут преимущественно бычьими или медвежьими, исходя из текущей модели рынка? По нашему мнению, бычьими. Напишите свое мнение в комментариях. А на этом все, ребята. Это было экстренное включение. Комментируйте, подписывайтесь на канал, и, как всегда, не забудьте поставить лайк. А меня зовут Богатейший Ди. Зарабатывайте. И скоро увидимся. Пока. Субтитры подогнал «Симон»